В стране в связи с пандемией объявили карантин, закрыли границы с внешним миром. А Ася и Даня в конце мая собирались в свой первый совместный отпуск после свадьбы. Поженились они 4 месяца назад без свадебного путешествия. Границы стран уже закрывались, а рисковать не хотелось. «И что будем делать?» – спросил Даня с утра в первый день отпуска свою молодую жену. «Но не дома же сидеть месяц», – задумчиво ответила Ася. «У меня есть идея», – многозначительно сообщил жене Даня, подняв указательный палец кверху. Долго обсуждали, спорили, уж очень Асе хотелось за границу, но сошлись на мнении, что по России тоже можно неплохо путешествовать. Можно поискать и выбрать на карте какое-нибудь красивое и живописное место, обязательно с речкой или озером поблизости. Лучше, если деревня будет заброшенная, чтобы посторонних глаз не было. Сначала Асе идея очень не понравилась, но взвесив все за и против, она согласилась. Все же это лучше, чем сидеть месяц в четырех стенах. Пожалуй, стоит съездить в какую-нибудь глухую деревню. Развернули карту области и нашли подходящую деревушку. По всему понятно, что там никто не живет, но по отзывам туда ездят мужики на рыбалку. Чуть более ста километров от города. Решили, что подходит для романтической поездки. Даня к тому же был заядлым рыбаком. Сборы были недолгие, взяли необходимые вещи, запас продуктов на первое время. Потом, если что, можно в соседний райцентр в магазин сгонять. Даня кое-какой инструмент на всякий случай прихватил. После обеда выехали. Несмотря на навигатор, умудрились проехать поворот. Навигатор перестроил им путь и завел в такую чищебу, что уже хотелось развернуться и ехать домой. Но вот они уже выехали к деревне. Оказалось, что в объезд накрутили лишних 30 километров. Деревня действительно была заброшенная. Несколько покосившихся домиков и еще один, видимо, когда-то стоявший в центре деревни казалось нетронутой временем. Только почернелы ставни болтались на одной петле. Дом был вполне подходящим для их планов. «Ну что, принцесса, подойдет тебе такой замок?» «Полне», – смеясь, отвечала Ася. Подъехали к дому. Из соседнего вышла старушка, в платочке опираясь на палочку. Молодые вышли из машины, чтобы поздороваться. «Что, милые, на рыбалку приехали», – проскрепела своим старческим голосом старуха. «Нет, бабушка, мы хотим пожить тут с месяц». «Пожить», – протянула старуха. «Ну, пойдемте ко мне в дом, рыбаки всегда у меня останавливаются». «Да мы хотим в этот», – показал Даня на большой дом. «Ну, в этот, так в этот. А вечером приходите на ужин, познакомимся, поговорим, раз нам еще целый месяц рядом жить». Дом действительно был огромный, с двумя печами, в грязные окна пробивалось заходящее солнце. «Ничего, мы справимся», – сказал Даня, повернувшись. Но старуха уже семенила домой. А тут даже интернет есть, только слабый. Даня бегал по двору, искал, где лучше связь. Молодожены принялись за работу. Пока Даня возился с печами, Ася набрала воды в старый этаж и пошла мыть окна. «Бабушка, а звездка у вас есть?» «Вот неугомонные-то», – ворчала старуха. «Сейчас звездку принесу». Дело спорилось, и окна помыли, и половицы все приколотили, и двери на смазанные петли повесили, и побеленную печь затопили. «Ну что, навели красоту?» Появилась в дверях старуха, когда уже чайник закипал на плите. «Пойдемте, я вам перину и подушки дам, а то как спать-то будете». Их встретила чисто убранная изба, кружевные подушки, кровати с подзорами, старинная люстра над круглым столом посреди комнаты, и у печи на коврике свернувшийся калачиком крупный серый пес. Ну, по крайней мере, молодым так показалось. «А мы думали, бабушка, вы одна в этом забытом богом месте живете?» «Вовсе нет, да и не такое уж оно и забытое. Кстати, я забыла представиться, меня Анастасия Аверьяновна зовут». «Ух ты, и я тоже Анастасия! Какое совпадение!» Только родители с детства Асей называли, и обе женщины весело рассмеялись. «Значит, я буду загадывать желание», – оживился Даня. Вечером пили чай, хозяйка дома накрыла шикарный стол с запеченным зайцем, перепелами, свежими овощами, дымящейся картошечкой и разными соленьями. Даже наливочка домашняя была сладкая. «Бабушка, а как вы тут живете одна, без магазинов, без больниц? Я огород сажаю, все выращиваю. Ну так на одних овощах же не проживешь, хотя смотрю, стол у вас сломится от разнообразных кушаний. Ко мне рыбаки приезжают, привозят муку, соль, сахар. Никогда с пустыми руками не приезжают, рыбкой балуют. Волк тоже охотник, то зайца принесет, то дичь. Еще социальная служба раз в месяц бывает, пенсию привозят и продукты. А лечусь я травами, мне таблетки без надобности. Волк? Даня чуть не поперхнулся. Это разве не собака? Нет, сынок, не собака, а самый что ни на есть настоящий серый волк. Да вы его не боитесь, он совсем ручной и преданней самой лучшей собаке. А как же? Откуда он у вас? Удивлению молодых не было предела. Да я и сама никогда не думала, не гадала, что жизнь свою доживать буду не с людьми, а с волками. Но так уж судьба распорядилась. Ведь у меня было все, что нужно женщине для счастья. Муж, дети прекрасные, любимая работа, большая квартира в городе. Сын вырос, училище военное закончил и уехал жить дальше, служить на Дальний Восток. Так до сих пор там и живет. Женился, внуки у меня подрастают. А вот с дочкой не сложилось. Упустила я ее, даже сама не знаю, как. Хотя чего лукавить? Знаю. Моя вина. Когда муж скоропостижно скончался от инфаркта, свет для меня померк. Ничего не хотелось. Я все забросила. Дом, работу. Только лежала, уткнувшись лицом в стену и плакала день и ночь. А девчонка как раз школу заканчивала в это самое время. Ей внимание надо было, забота. Вот и связалась она с дурной компанией. Начались пьянки-гулянки, запои-драки. Когда я опомнилась, поезд уже ушел. Окончательно опустилась дочка на самое дно. У нас в квартире постоянно менялись ее ухажеры-собутыльники. Последний даже расписался с ней, законным супругом стал. Бил он ее по-черному, да и мне тоже доставалось. Не брезговал он пожилого человека ударить. Потом они с дочкой аферу провернули. Через его знакомого нотариуса переписали квартиру на дочь. Я случайно узнала, что уже не хозяйка в собственном доме. А вскоре дочь допилась до того, что нашли ее мертвой в какой-то канаве за городом. А может и помог кто на тот цвет ей убраться. Я уже ничему не удивлюсь. Вот зять меня из дома на улицу и выставил. Пошла, говорит, вон старая ведьма, чтоб ноги твоей здесь больше не было. Хорошо еще, что у меня дом родительский, вот этот самый остался. Сюда и поехала. Вот так же, как вы сегодня мыло его, скоблило-чистило. Теперь уже почитай десять лет тут живу. А как же сын? Почему сын не вступился за вас? А я все скрывала от него, не хотела нагружать своими проблемами. Только когда в деревне обустроилась, все ему рассказала. Он хотел забрать меня к себе. Да только я не хочу обузой никому быть. Да и опять же, волка, что прикажешь бросить здесь одного? Я ведь в ответе за него. А как он к вам попал? Вы так и не рассказали, взмолилась Ася. Да пошла я как-то осенью по грибы, хотела запасов на зиму сделать. Долго бродила по лесу, особо ничего не нашла. Решила отдохнуть и домой возвращаться. И тут откуда-то из-под земли донесся жалобный скулеж. За кустами на большой уже изрядно вытоптанной полянке я увидела яму, довольно глубокую. Заглянула туда, солнечного света едва хватало на то, чтобы увидеть дно. Я встала на колени и стала искать того, кто жалобно звал на помощь. Слабый свет помог разглядеть на противоположной стороне ямы, свернувшейся калачиком тело животного, не то волчонка, не то щенка. Сколько просидел там бедняга, не знаю. Я дотянулась до малыша и вытащила его наверх. Волчонок трясся, его била мелкая дрожь. Видимо, он провалился в яму и не смог оттуда сам выбраться. Потерялся, да? И как же тебя угораздило провалиться в эту яму? А если бы я тебя не нашла, дурашка? Я прижала малыша к себе, пытаясь согреть его своим теплом. Вот с таким трофеем и вернулась обратно в деревню. С тех пор уже почти что восемь лет мы неразлучны. Я спасла его, а он спасает меня от одиночества, как будто третий ребенок. Он у меня и охотник, и защитник, и главный помощник. Спустя месяц молодожены уезжали, довольные своим отпуском. Крепкая дружба связывала их теперь с Настасьей Аверьяновной и ее питомцем. Мы теперь к вам часто будем приезжать, пообещали молодые. Если вы, конечно, не против. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!